Меню для похудения это одно из важнейших условий вашего прогресса или результата, потому что по сути меню на день, которое вы составляете для себя, это ваш план, и так как у нас проблемы с пищевым поведением, конечно же для нас этот план палочка-выручалочка. И конечно меню на день должны быть простым в приготовлении для того, чтобы не проводить много времени у плиты, и оно обязательно должно быть вкусным. Меня зовут Мария Мироневич, вы на канале Как Похудеть, я похудела уже на 55 кг и в своем блоге делюсь личным опытом и конечно вкусными простыми рецептами. Начинаем! На сковородку я отправила небольшой кусочек масла, это 15 граммов, масло у меня сливочное, вы можете использовать растительное, это все делается по вкусу. Масло уже почти растопилось, распределяю его по всей поверхности сковороды и добавляю овсяные хлопья, самый обычный геркулес, у меня овсянки 100 граммов, это на 2 порции. Добавляю 500 миллилитров самой обычной воды, накрываю крышкой и оставляю нашу кашу вариться. Натираю на мелкой терке 100 граммов сыра чеддер, вы можете использовать любой сыр, который есть у вас. Прошло 15 минут, каша уже почти готова, это как раз вариант каши для тех, кто не любит кашу на молоке, потому что периодически в Директ мне поступают такие сообщения, каши я советую есть, а вы каши на молоке не любите. И вот для вас решение, кашу мы сварили на воде, газ я сейчас уже выключила, по вкусу кашу подсаливаю, на свой вкус я даже немного перчу, разравниваю ее по поверхности сковороды, начинается самое красивое, посыпаю кашу мелким тертым сыром чеддер, это будет очень вкусно, завтрак вас зарядит не только энергией, но и отличным настроением на целый день. И конечно же это отличное сочетание, так как овсянка это полезные медленные углеводы, которые нам нужны для того, чтобы была энергия, ну а сыр это источник полезных жиров и белка. Теперь накрываю крышкой, газ не включаю и оставляю на пару минут до того, как сыр расплавится. Посмотрите, вот она овсянка и супер тянущийся сыр, это просто восхитительный завтрак для всех любителей сыра. И так овсянку полюбить и добавить в свое меню честно намного проще. Вот такая вкусная и красивая каша у нас получается, давайте посмотрим сколько весит порция вот такой яркой сырной каши. А вес порции получается 245 граммов, это немного, да, но благодаря тому, что овсянка и сыр получаются очень сытно, вкусно. И еще я обязательно присыпаю зеленью, будут еще и витаминчики, просто супер завтрак. И согласитесь, продукты самые обычные. Приятного аппетита! Еще очень часто вы спрашиваете, почему я показываю вес своих порций. На самом деле все очень просто. Год назад я начала снимать дневники питания и подписчики, то есть вы участники нашего позитивного сообщества, попросили меня о том, чтобы я показывала, ну не только что я ем, а то сколько я ем, чтобы использовать размер моей порции как ориентир. И на самом деле это помогло большому количеству людей, больше 1300 человек уже похудели, и это просто замечательно. Если вам хочется больше информации о том, что я ем и худею, подписывайтесь в мой инстаграм, там я в сторис показываю, что я ем на завтрак, обед, ужин, и конечно же свои перекусы я тоже показываю. Ну а мы с вами начинаем готовить обед. Обед будет простой, и готовить мы с вами будем в одной кастрюле. Для супа нам понадобится 1 средняя морковка, я ее сначала нарезаю пластинками, а теперь нарезаю морковку соломкой. В кастрюлю я уже налила 2 столовые ложки растительного масла, теперь отправляю туда нашу морковку, и еще добавляю 100 граммов булгура, он у меня будет обжариваться вместе с овощами. Все хорошенько перемешиваю и оставляю в кастрюле. Лук нарезаю мелким кубиком, соединяем лук с морковкой и булгуром. Теперь все нужно еще раз перемешать, для того, чтобы овощи пассеровались равномерно и булгур не пригорел. Куриное филе, у меня его 200 граммов, нарезаю меленьким кубиком. Булгур уже достаточно обжарился, теперь самое время поперчить наши овощи. Еще раз перемешать. Теперь я добавляю 200 миллилитров воды. Наша кастрюля отлично прогрелась. Накрываю крышкой и оставляю на 10 минут, для того, чтобы булгур и овощи сварились. 10 минут прошло. Вот так выглядят овощи и булгур, они почти готовы. И самое время отправить к ним курочку, которую мы нарубили мелким кубиком. Перемешиваем и обжариваем до того момента, пока курица не побелеет. Это буквально минута полторы. Как вы видите, кусочки курицы уже побелели, значит самое время добавлять самую обычную воду. Я довожу общий объем супа до 2,5 литров. Накрываю крышкой и прибавляю газ до среднего, для того, чтобы наш супчик скорее закипел. Супчик закипел, после этого я его варила около 5 минут. И вот такой простой, вкусный, сытный супчик у нас уже готов к обеду. Он готовится очень просто, очень быстро. Это как раз те рецепты супов, которые меня всегда выручают. Они хороши не только для того, чтобы снижать свой вес, но и просто для того, чтобы не проводить слишком много времени на кухне. И обязательно посыпаю его зеленью. И заодно покажу вес моей порции. Он составляет 336 граммов. Обед мы с вами приготовили, а значит пора приготовить ужин. Но сейчас уже май месяц, поэтому пора моих любимых кабачков, которые не только вкусны, а еще очень полезны для людей, которые ведут здоровый образ жизни или хотят похудеть. Так что начинаем готовить кое-что вкусное из кабачков. Одну среднюю луковицу я буду нарезать сначала вот так на полосочки, а затем мелким кубиком. А пока я нарезаю лук, на сковороде у меня разогреваются 2 столовые ложки растительного масла. В разогретое масло отправляю нарезанный лук. Пока пассируется лук, морковку нарезаю мелким кубиком. Загружаем кубики морковки к луку. И, конечно, все сейчас перемешиваю. Сразу перчу для того, чтобы от перчика остался аромат, а острый вкус ушел. В моем распоряжении 2 кабачка. И я их буду нарезать вот таким меленьким кубиком, потому что мы с вами готовим нежнейшее рагу. И такой мелкий кубик поможет нам создать вот такую нежную, сочную консистенцию. Кабачкам пора отправляться к луку и морковке на сковородку. Вот так их получается много. Ну и теперь, конечно, все хорошенечко перемешиваем. Еще у меня есть полкило куриного филе. Его я буду нарезать опять мелким кубиком. Добавляю кусочки куриного филе в сковородку. И сейчас я немножечко прибавлю огонь до среднего. И нам нужно будет готовить до тех пор, пока мясо не побелеет. Кабачки, обратите внимание, я не солила для того, чтобы во время приготовления они не дали лишней жидкости. И из-за этого не увеличилось время приготовления. Курочка побелела. Самое время ее теперь уже заключительный раз поперчить. Солю по вкусу. Добавляю 100 мл молока. И 2 взбитых яйца. И сейчас, конечно же, буду быстро перемешивать. Для того, чтобы у нас из яйца и молока получился соус, а не омлет с кабачком и мясом. Соус получается просто невероятно нежный. И что самое главное, мы берем просто обычное молоко и яйца. И получается очень нежно. Прошло 2 минутки, отправляем на тарелку наше нежнейшее кабачковое рагу с курицей. Подливка просто безумно вкусная получается. Обязательно попробуйте. Но когда попробуете, конечно же, напишите мне отзыв. Давайте посмотрим вес моей порции. Вес моей порции составляет 361 грамм. Ужин готов, но это еще не все. У меня к ужину обязательно есть овощной салат, либо какое-то овощное блюдо. И сегодня мы с вами будем готовить салат. Рецепт наипростейший, но благодаря пикантной заправке. Получается очень вкусным, замечательно освежает и, конечно, дает нам ту самую сытость, которая так нужна нам вечером для того, чтобы не нападать на холодильник. Начинаем готовить салат. У меня 150 граммов молодой капусты. Я ее нарезаю очень тоненько. Капусту я отправила в миску для смешивания салата. Сейчас хорошенечко присаливаю. И делаем капустки массаж, для того, чтобы она у нас в салате была нежной и сочной. Среднюю морковку натираю на крупной терке. Заправляем сразу морковку и капусту. Я добавляю чайную ложку бальзамического уксуса. 2 столовые ложки соевого соуса. И еще добавляю 2 столовые ложки обычного растительного масла. Теперь остается все хорошенечко перемешать, для того, чтобы капуста и морковка у нас уже начали впитывать в себя наш замечательный маринад. И салат получился очень вкусным. Еще у меня есть 2 хорошеньких огурца. Отрезаем лишние части. Разрезаю огурец на половинку и потом на четвертинку. И вот так меленько его шинкую. Огурчики я уже отправила в миску. Теперь еще немного добавляю соли. И, конечно, щедро добавляю зелень. Ура! У меня она есть наконец-то на самоизоляции. Теперь перемешиваем. Все до однородного состояния. Также вы можете добавить в такой салат баночку горошка консервированная. Или если у вас есть кукурузка, добавить кукурузу тоже будет очень вкусно и внесет дополнительное разнообразие в ваше меню. Вот такой красивый, яркий, поистине весенний салатик получается. И сейчас мы узнаем, сколько весит моя замечательная овощная добавка к ужину. Вес моего салата 326 граммов. Я очень рада, что сегодня с вами поделилась сразу четырьмя рецептами. Надеюсь, что они вам пригодятся. И когда у вас будет такое чувство, ой, что же приготовить забыла, вы просто посмотрите это видео, вдохновитесь и приготовите для себя вкусное и, что немаловажно, полезное меню. Если это видео как раз таки было для вас полезным, то оцените нашу работу, поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы вдруг до сих пор не подписаны, обязательно это сделайте и ударяйте в колокол для того, чтобы знать, что новое видео уже на канале. Вот здесь появятся еще наши новые полезные, интересные и обязательно вкусные видео. С вами была весенняя Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и, конечно, здоровья.